Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря эмблеме и нашему девизу «Зову живых, оплакиваю мёртвых, разбиваю молнии». Сегодня мы будем говорить о мёртвых, но оплакивать мы их не будем. У нас сегодня очень интересный ролик «Расстрельный список медиков, сгоревших на кортексине». Ну, то есть, те, кто вовлечён в эту кортексиновую историю. Что такое «Расстрельный список»? Вот в ходу в интернете есть «Расстрельный список препаратов», куда включают различные фуфломицины. И мне, честно говоря, показалось, что этот на самом деле список, он вообще не имеет никакого значения. Ну, прочитает какой-нибудь человек этот список. Ну, и скажет, вот там кто-то говорит, что это фуфломицин, но мне фуфломицин, например, помог. И вовсе он не является фуфломицином. Поэтому «Расстрельный список препаратов» на самом деле, это прошлое, он никому не нужен. Вот что надо делать? Надо составлять «Расстрельные списки медиков», которые занимаются фуфломицинами, которые занимаются продвижением фуфломицинов, для того, чтобы вы их знали, для того, чтобы вы их видели, для того, чтобы вы понимали, как эти люди зарабатывают. Ну, и, конечно, очень хорошим силком для такого списка является, конечно, кортексин. Мы уже много раз рассказывали об этом удивительном препарате, который состоит из полипептидных фракций, которые берутся из головного мозга крупного рогатого скота. Мы говорили о том, что фактически это гомеопатический препарат. Посмотрите наш плейлист «Кортексин». Просто потому, что в «Кортексине» ампула – это 10 миллиграммов этого вещества, в то время как даже в одном миллилитре церебролизина – 215 миллиграммов. И обратите, пожалуйста, внимание в инструкции, и мы много об этом говорили, что 30-50 миллилитров, как правило, нужно для лечения деменции. То есть в тысячи и даже в тысячи раз больше, чем «Кортексин». Ну и говорить о том, что «Кортексин» является эффективным препаратом, можно только в случае, если признаешь, что он гомеопатический. Потому что только в гомеопатии есть такой признак, чем ниже доза, тем выше эффективность. Мы многократно повторяли, что вот этот характер гомеопатический препарата, он на самом деле всем известен абсолютно. В том числе он известен сотрудникам фирмы «Герофарм», которая выпускает этот препарат. Вот это сотрудники написали такую статью, мы ее неоднократно цитировали, в микродозах активные нейромедиаторы активно влияют на функцию, минимальное количество препаратов, то есть побочных эффектов нет. То есть они реально знают, что это действительно препарат гомеопатический. Итак, наша с вами задача говорить о тех докторах, которые отвечают вот на вопрос следующим образом. Больной к ним приходит, доктор, у меня камни в почках, съешьте бумагу, она побеждает камень. То есть принимайте кортексин, который должен победить вашу хворь. И мы, конечно, начинаем вести этот расстрельный список препаратов. Расстрельный список, прошу прощения, не препаратов, а медиков. Вот здесь он есть. Мы сделали этот расстрельный список при помощи базы данных отечественной, которая называется e-library. Сегодня мы представляем вам расстрельный список медиков, которые писали хвалебные статьи о кортексине с 2019 по 2022 год. Мы этот список, еще раз говорю, пожалуйста, подверстаем этот список в описании ролика. Как им пользоваться? Вот, например, первая строка этого списка. Вот здесь показано, сначала начинается название. Определение распространенности постковидного синдрома, оценка эффективности препарата кортексин в терапии, т.р.т.т.т. И дальше мы видим список людей, которые этим занимались. Ну и дальше, зачем этот список людей вам, собственно говоря, нужен? Ну, например, хотите вы обратиться, ну, скажем, к Путилиной Марине Викторовне, ну, за какой-то консультацией. Известный профессор-невролог. Конечно, вы тут же должны вспомнить о том, что этот профессор-невролог на самом деле является сторонником гомеопатии и, в общем-то, пишет всякую ерунду про гомеопатические препараты. Сами тогда решайте, надо вам к ней обращаться, не надо вам к ней обращаться. Та же самая статья, пункт первый, но обратите внимание, неизвестная мне фамилия Халилова Д.М. Как ее находим? Очень просто. Вносим ее в Яндекс, в этот самый список и в управляющую строку, и у нас вылезает, что это дама из Азербайджана. Ну, вот здесь мы это показываем более точно. И, собственно говоря, понятно, что дама из Азербайджана тоже оказалась замазана в этом коротексиновом списке. Ну, и, конечно, не только наши зрители, которые живут в России, но и зрители, которые живут в других странах, которые нас слушают, а нас слушают в разных странах, они таким образом, очень просто, еще раз говорю, берете наш список, берете приглянувшуюся вам фамилию, ищете через Яндекс, где, собственно говоря, этот человек, и решаете, что дальше делать, обращаться к такому человеку или не обращаться. Конечно, на наш взгляд, это, конечно, жулики, и больше никак это не скажешь. И, конечно, вообще писать про коротексин, это не просто зашквар, это, конечно, зашкварище. Больше я иначе назвать не могу. Особенно я хочу выделить тех людей, которые, вот здесь они показаны, эффективность коротексина в лечении аритмий у детей. Вот почему я хочу это подчеркнуть. Понимаете, одно дело, ну, скажем, издеваться над взрослыми людьми. Это, конечно, ужасно, это очень плохо, ну, в общем, по-нацистски, но издеваться над детьми, это я вам даже не могу сказать. Мне вообще трудно это представить. Вот даже Швондер, если вы помните, и то он собирал деньги, ну, здесь почему-то детям Африки, на самом деле детям Германии. И то они собирали на детей Германии. А вот эти люди, которые здесь обозначены, они писали о том, что якобы этот препарат помогает от аритмии у детей. И еще, конечно, вот эти люди, которые писали о работоспособности пожилых преподавателей вуза при сочетном влиянии дыхательных упражнений и кептидного регулятора биокротексина. Что делали эти люди? Еще раз я перевожу это название. Пожилым преподавателям вуза, которым и так сложно в современном мире удерживаться на работе, вот они им назначали этот самый кортексин, гомеопатический препарат. Ну, вы видели, как плачут старики? Ну, что же вот, как это вообще можно? Вот, ну, до какой степени морального разложения надо дойти, чтобы вот надо сделать было такое исследование и это все написать? Конечно же, эти люди рассчитывали на то, что они останутся неизвестными. Ну, они допишут очередную псевдонаблюдение, научную статью. Они не останутся неизвестными. Мы их обязательно будем показывать вам, нашим зрителям. Что вам нужно обязательно сделать? Обязательно подписывайтесь на наш канал. Пишите комменты, ставьте лайки. Нам бы хотелось, чтобы об этих людях узнало как можно больше зрителей Ютьюба. Чтобы все понимали, кто находится рядом с нами. Чтобы они видели этих людей. Чтобы они воочию видели этих людей. Чтобы они не проходили мимо этих людей. Потому что, конечно, часть из них, ну, просто ужасна. Это, к моему, конечно, оценочное осуждение. Пожалуйста, становитесь спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании найдете реквизиты счета. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова